До 17 августа все образовательные организации должны быть готовы к новому учебному году. О подготовке школ на заседании правительства рассказала министр образования Людмила Башарина. По ее словам, в каждом муниципалитете будут созданы специальные комиссии, которые оценят степень готовности образовательных учреждений. Председатель правительства Таймур Астускаев поручил особое внимание уделить вопросам безопасности обеспечению учебниками. Срок завершения работ обозначен 17 августа. Но я бы хотел, Людмила Вячеславовна, чтобы вы на заседаниях правительства докладывали о ходе работы, возникающих проблемах, чтобы мы оперативно могли давать соответствующие поручения и получать результат особое внимание, обратите на обеспеченность учебниками наших воспитанников школ. Здесь мы последние годы ежегодно увеличиваем средства республиканского бюджета на это направление. И результат должен быть очень хорошим. Из федерального бюджета на поддержку предприятий, пострадавших в период пандемии, направят 137 миллионов рублей. Как отметил Казбек Томаев, эти суммы были предусмотрены до 2024 года. Но в связи с ситуацией федеральное ведомство приняло решение докапитализировать региональные микрофинансовые организации в этом году. Софинансирование со стороны республики составит 1 миллион 400 тысяч рублей. Поручение для вас провести анализ использования средств фонда микрофинансирования в предыдущие несколько лет и определить те отрасли народного хозяйства, которые являются наиболее выгодными с точки зрения рыночных перспектив, провести анализ субъектов экономической деятельности и на основании вот такого анализа уже предложить предпринимателям направление инвестирования с тем, чтобы направить средства именно в те отрасли народного хозяйства, которые сегодня являются актуальными. Сегодня очень важно задействовать в процессе поддержки предпринимателей не только финансовые институты, но и посмотреть, какова ситуация, и дать советы по направлениям использования этих ресурсов. В РИО министр финансов Каспола Атбутаев предложил увеличить осигнование Минздрава. По ее словам, средства необходимы для стимулирующих выплат работникам здравоохранения, реализации мероприятий по заготовке и применению антиковидной плазмы крови. На эти цели необходимо 100 миллионов рублей. По словам Таймураза Тускаева, дополнительное финансирование позволит применять самые современные методы лечения. Поддержку получит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. За счет средств республиканского бюджета будет обеспечена часть затрат предприятия, возникших в период пандемии. Обеспечить целевое использование выделенных ресурсов. Поэтому поручаю Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить прохождение всех мероприятий в очень короткие сроки, обеспечить доведение необходимых средств до региональных операторов и добиться того, чтобы все эти ресурсы были использованы целевым образом. И вот такое поручение Министерства жилищно-коммунального хозяйства о службе финнадзора обеспечить контроль использования с тем, чтобы никаких вопросов не было, и мы добились максимально эффективного использования этих ресурсов. Еще одна тема – развитие детского футбола. К отбору детей футбольную академию в Осетии привлекут специалистов из Российского футбольного союза. Отборы будут проходить во всех районах республики. Премьер призвал уделить особое внимание селекции в районах. Также отметил, что в ходе отбора необходимо соблюдать санитарные нормы, между детьми должна соблюдаться социальная дистанция, а на поле должно быть ограниченное количество ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok